МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Синевика Климина. Основной обзор тем. Жители Васькина Туэролы не могут дождаться ремонта дороги. Они жалуются на дороги, по которым нельзя пройти. Стоя новая грязная, вся грязь идет домой. Скоро Новый год. В Бавлах украшают главную елку. Это, конечно, большой плюс для города. Такую красавицу поставить. Мастерица на все руки. Бавлинка делится секретами рукоделия. Это все возобновляется, это все пригождается в жизни обязательно. Дорожного покрытия нет, невозможно ходить, автомобиль застревает. Скорая медицинская помощь не может подъехать. Такое письмо оставила многодетная мама из села Васькина Туэролы Марина Сосина, обращаясь к руководителям района в социальных сетях. Марина воспитывает четырех детей. Одному из них нужна постоянная медицинская помощь. Из-за грязи и месива на дороге после сезонных дождей транспорт здесь попросту буксует и застревает. Дороги не было никогда. Машину периодически, первую машину я оставляла вообще всегда у соседей, потому что, ну, действительно, не проехать, не пройти. С коляской, с ребенком вообще мы не выходим. Мы выходим только во дворе, потому что у меня трава, можно выходить. Но здесь ни дороги, ни камни, ничего нет. Ну вот, постоянно обувь грязная, эта вся грязь идет домой. Устали уже. Дети устали, жалуются, потому что в грязную обувь школу приходят. Из-за плохих дорог страдают и дети. Ходить в школу в грязное время и таскать с собой по две-три смены обуви для них тоже неудобно. Дорога плохая. В школу пойти вообще невозможно. Мы обходим вот здесь по траве, ну, как-нибудь уж там находим дорожки, лазейки. Иногда даже приходится вот здесь вот по грязи переходить на центральную улицу. На центральную тоже там грязь иногда бывает. Но там почище, чем у нас. У нас здесь вообще не пройдешь. Потом весной у нас, получается, полностью переулок заливает. Там вообще не пройти. Нам приходится обходить в круговую всю улицу. Богдан учится в девятом классе в павлинской школе. С утра ребята до учебного заведения добираются на школьном автобусе. Если опоздаешь, автобус ждать не будет. Бывало, они просто идут и из дома выходят, и у них сразу грязь. Он подскользнулся. Ну, заморозки были до этого. Он подскользнулся, упал, и то ли руку поцарапал сильно, и испачкался, и пошел домой. Но потом на автобусе я его не видел. Следующую весну жители улицы школьной села Васькина-Туэралы уже ждут с волнением. Дорога, не отремонтированная с осени, снова станет грязной и непроходимой. Весна, осень, дороги нет. По нашей улице вообще не заезжает самая мусорка. Сколько обращались, почему оплатить самая? Мне говорят, что не платите самую, к вам мусор не заезжает. А почему-то заставляют все оплатить самую. Дороги не чистятся. На днях подморозило. К грязной дороге проложена тропинка. Растает все. Это с нашей стороны еще здесь, ну, куда-нибудь что. На той стороне вообще даже машины не заезжают. Дети ваши, да? Дети, да, мои. Вот еще трое идут. Все дети мои. Вот мы так мучаемся, ходим, ходим, питаемся, пачкаемся, падаем, возвращаемся, опять стираем. И вот так со слезами иногда приходят дети, да, грязные. Хозяйка дома каждый год старается благоустроить территорию дома. Пока все напрасно. Каждый год деревья сажаю, вот елочки. Каждый год у меня здесь разворачиваются в грязь, не можем выехать. Кто-нибудь разворачивается, он опять эти елки, опять все вырываешь. По словам главы Потапова-Тумбарлинского сельского поселения Светланы Козловой, дорожные работы в селе запланированы на 2025 год. Дорога будет отсыпана щебеночно-песчаной смесью. Индира Сайфулина, Булат Минязов, БРТ. В госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия для повышения безопасности на автомобильных дорогах. На этой неделе в Бавлинском районе сортовали рейды сотрудников ДПС «Встречная полоса». Сегодня в рамках акции сотрудники ГИБДД провели рейд. За 10 месяцев текущего года в республике Тарстан по причине выезда на полосу встречного движения в нарушении ПДД зарегистрировано 218 ДТП, в которых 71 человек погибло и 345 получили ранения. В целях профилактики и пресечения административных правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу, в период с 21 по 30 ноября на территории Бавлинского района будет проводиться профилактическое мероприятие «Встречная полоса». В соответствии с правилами дорожного движения РФ, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которой собирается выход, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. Госавтоинспекция по Бавлинскому району напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными. Во влах на центральной площади начали устанавливать главную новогоднюю елку. Рабочие уже полностью собрали основной каркас. Подготовка к новогодним праздникам каждый год начинается заблаговременно. В этом году центральную елку украсит дополнительные световые элементы. Одно из них будет в виде фотозоны. Также для создания особого предновогоднего настроения в конце ноября и в начале декабря все учреждения культуры, образования, предприятия торговли и сферы услуг, парки и площади оденутся в новогодний наряд. Чего же на самом деле ждут бавлинцы от этого волшебного праздника? Это, конечно, красиво. Вот это наряжается всё. Очень красиво. Конечно, я редко бываю здесь, потому что живу в другом районе. Но мне нравится. Это, конечно, большой плюс для города. Такую красавицу поставить, чтобы все любовались. Всё равно народу нужен праздник. А Новый год я обычно встречаю у родственников. Я одна живу. Дети приходят туда. Я там встречаю Новый год. Вот на площади нашего города Бавлы уже заканчивается установка новогодней ёлки. Смотря на новогоднюю ёлку, поднимается настроение. Новогоднее настроение поднимается. Поэтому только больно быстро время летит. Как будто в прошлом году отмечали 2023, а именно уже 2024 год. Время очень быстро летит. В новогодний период на центральной площади появляются различные игровые площадки. Особенно ребятишки ждут большую снежную горку и ледяной городок. Также в Бавлах предновогодние огни загорятся на ёлках в парке влюблённых в северо-западной части города. И в нижних Бавлах возле молодёжного клуба «Ватан». Скоро самый красивый праздник – День матери. Мамы они трудолюбивые, терпеливые и заботливые. Такой мамой, бабушкой является и Гузель Рахматулина из Бавлов. Обилие и разнообразие её работ вызывают восхищение у каждого человека. Она занимается плетением из бумажных трубочек. Мы берём у основания нашей будущей трубочки. Вот здесь вот должен быть острый угол. И потихоньку-потихонечку закручиваем. Очень туго. По всей длине. Перед началом плетения нужно приготовить исходный материал. Накрутить из бумаги, журналов и газет трубочки. По словам Гузели Рахматулиной, плетение из бумажных трубочек освоить несложно. И можно сделать уникальные вещи, красивые поделки. Для этого понадобится бумага, тонкая длинная спица, клей ПВА и секатор. В большинстве изделий для начала необходимо сформировать дно. Бумажные трубочки переплетают между собой, формируя центр. Вот таким образом мы увеличиваем нашу окружность. Каждая женщина с детства должна научиться рукоделью. Гузель Рахматулина тоже в 5-6 лет умела шить, вышивать. Она рада, что сегодня у нее есть возможность научить детей тому, что знает сегодня сама. Ее часто зовут на мероприятия и на мастер-классы. Скоро приближается день матери. Мы все мамы. И кто-то будущая мама. Ко мне девочка тоже приходила 9 лет. Ее мама учила свою дочь, чтобы она будущей мамой стала, чтобы умела готовить. Она прекрасно шьет. Она вот вязала, у меня плела. Представляете, какая вот молодец. То есть на будущее думает. И меня мама в свою очередь тоже учила. И готовить, шить обязательно. У меня была маленькая такая швейная машинка, которая была рабочая. Я на ней сшила, потом на большой машинке. И тоже благодарна маме за это вязание. Тоже самоучка. И это все возобновляется. Это все пригождается в жизни обязательно. Комнаты в доме Гузели Рахматулины украшают изделия ручной работы, которые она сама плетет из бумаги. Разнообразная посуда, корзинки, подставки и многое другое. Я покажу свою самую первую сумочку. Здесь идут вот как раз покраска из каталогов. Талант Гузели Рахматулины многогранен. И по вязанию она пример для многих. Крючком связанный кардиган. Очень тепленький, очень мягкий и очень легкий. Занятие и творчество бавлинской рукодельницы вызывает восхищение. А она сама готова рассказать часами о своем творчестве. Индира Сайфулина, Булат Минязов, БРД. Везде, даже в творчестве детей, чувствуется новогоднее настроение. Дети, посещающие школу искусств, уже начали делать новогодние подарки. Под руководством наставницы Гульнары Морозовой они изготавливают символы праздника методом папье-маше. Продолжаем с вами работу техники папье-маше. Мы работаем с вами при помощи салфеток, бумаги. Гузель Латыпова кружок в школе искусств начала посещать недавно. Каждый год она готовит подарки близким, сделанные своими руками. Девочка не скрывает радости, что в этом году подарок можно сделать во время занятий. Сейчас я делаю фигурку ангелочка из папье-маше. Я хочу подарить это маме и папе, чтобы они бешили её на ёлку на Новый год. Учитель внимательно следит за работой каждого ученика, даёт свои советы. Диляра, посмотри, у тебя недоделана игрушка, ей до туловища надо прикрепить. Каждый ученик, пришедший на урок, старается строго следовать советам наставника. Только так можно добиться положительного и ожидаемого результата. А новогодние игрушки с папье-маше. И что у тебя получается? Котик. Котик? Трудно делать? Нет. Сделать вот этого котика, что надо делать? С чего надо делать? С мешочкой клеить с водой и клеить салфетки. Я сделала девочку игрушку, чтобы повесить на ёлку. Ну, для начала вообще мы там рисовали эскизы, потом мы взяли непроливайку, потом мы туда клей, получается, нет, вначале воды набрали, потом клей ПВА, ну, не клей, ну, такой. Потом взяли обычную бумагу, ну, вот эти салфетки нарвали по маленьким кусочкам, всё туда сложили, потом перемешали и так вот лепили, в общем. Преподаватель отделения ИЗО Гульнара Морозова в этой школе работает с 2011 года. Перед каждым праздником они готовят подарки и различные поделки. Дети учатся по пять лет, пятилетнее обучение. Вот они сейчас готовятся уже к Новому году. Лепят игрушки, рисуют композиции на зиму, на тему зима, новогодние открыточки и лепят игрушки. Только одарённые ученики выбирают отделение изобразительного искусства. Каждый выпускник готовит итоговую работу. Некоторые оставляют эти работы в классе. Во время обучения дети проходят различные техники, получается, и когда они заканчивают, они делают итоговую работу. И вот дети сами выбирают материалы, выбирают технику для исполнения своей итоговой работы. Вот это тоже была итоговая работа. Глядя на работы учащихся, чувствуется праздничное настроение. Кто-то рисует, кто-то лепит. Индира Сайфулина, Булат Минязов, БРТ. В Бавлинском районе на базе школы номер пять состоялась финальная игра по волейболу среди педагогических работников учреждения образования. В турнире принимали участие шесть команд. Педагоги Бавлинского района не только учат детей, но и активно занимаются спортом. В течение учебного года проводятся спартакиады работников образования. Сегодня мы в рамках спартакиады работников образования проводим финальную игру по волейболу среди образовательных организаций нашего района на призы территориальной организации. То есть сегодняшний день это уже игра отобранная. В начале нашего волейбола, в начале нашей спартакиады принимало участие 12 команд. В финал вышло шесть команд. Вот сегодня они у нас соревнуются самые такие ответственные, самые сильные, самые спортивные. Мы надеемся, что у них все получится и будут хорошие результаты. После торжественного открытия финала провели жеребьевку. Начались разминки. Каждая из команд пришла с целью победить. Ну мы учителя, у нас соответственно очень малоподвижный образ жизни. И когда получается какие-то организовываются такие соревнования, мы очень рады. Это очень благоприятно влияет на наш коллектив. Мы все становимся дружные, сплоченные. Мы становимся единым целым, командой. Каждый день, каждый вечер приходим, тренируемся. Улучшается корпоративный дух, эмоции новые мы получаем. Ну и, конечно же, физическое здоровье, движение. Это соревнование проходит уже не первый год. Каждый год мы знаем, что примерно в это время у нас волейбол. По мере возможностей мы стараемся после уроков остаться и поиграть в волейбол. Как говорится, всегда нужна, конечно, победа. Но игра есть игра. От этого мы получаем удовольствие и как-то выклёхиваются эмоции, которые за целый день у нас накапливаются. Захватывающая игра, море эмоций и отличное настроение подарили волейболисты своим болельщикам. На протяжении всего турнира каждая команда демонстрировала свои навыки и стремление к победе. По итогам финала первые места заняли команды Аграрного колледжа и Козыльярской школы. Это все новости на сегодня. Впереди вас ждёт прогноз погоды на следующую неделю и выпуск на татарском языке. Больше новостей вы найдёте на нашем сайте Бавлоинформ и на нашем канале в Ютубе. Спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...